Хочу вам показать движение в вечернем Нячанге. Сейчас достаточно темно, но всего 17.40 вечера, поэтому это еще даже не ночь. Про движение. Движение очень активное. Есть светофоры, есть пешеходные переходы. На светофорах еще как-то более или менее стоят, но транспорт движется все время вот так. На пешеходах никто не останавливается, вам нужно будет переходить дорогу, скажем так, на удачу. Нужно быть очень внимательным, потому что автобусы не пропускают людей вообще. А вот эта вот толпа мотопедистов, ну надо очень-очень аккуратно проскакивать между ними. Трасса очень оживленная и постоянно приходится ее переходить. О ношении Сумы хотела вам рассказать. Есть в Вьетнаме, скажем так, такое негласное правило, что если вы идете пешком, то свои вещи лучше держать при себе. Что это значит? То есть если вы носите рюкзачок, то рюкзачок одевайте вперед. То есть не назад, а вперед. Потому что есть многие недобросовестные граждане, которые захотят обязательно вытащить все это дело. Все, что есть у вас в рюкзачке. Мы таких, слава богу, не встретили. Очень надеемся, что и не встретим. Но тем не менее предостерегают наши гиды и местные тоже на улице предостерегают. Если у вас сумочка через плечо, держите ее не сбоку, а именно возле себя. То есть обязательно, обязательно кто-то придерживается руками. А еще это связано с вот таким мобильным мотоциклетным движением, потому что мотоциклисты тоже могут выплатить эту сумку и просто вы не заметите. Поэтому будьте внимательны, осторожны, хорошей вам прогулки по Вьетнаму. Мы сейчас идем по вечернему дне часа. Сейчас у нас час пик. И смотрите, сколько много на улице транспорта. Что по транспорту хотела вам сказать. Транспорта действительно много. И самая фишка в том, что есть пешеходные переходы, но они не пропускают пешеходов. Очень много мопедов. И мы к педистой арте едут на пролом. Поэтому будьте очень аккуратны, как переходить дорогу. Во-первых, вам нужно ориентироваться, что в тот момент времени меньше едет транспорта. Во-вторых, когда вы переходите, внимательно смотрите. Прямо вот в глаза смотрите тому, кто едет. И третий момент. Просто вы можете выставлять руку в знак... Не то, чтобы в знак протеста, да? А как-то в низоне так выставляют, вот так вот аккуратненько, да? Что я тут иду, пропусти меня, пожалуйста. И хорошо тогда пропускают пешеходов. И можно безопасно идти. Друзья, путешествуйте больше. Расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by Субтитры подогнал «Симон»